понравилось давно не были в деревне приехали а тут у нас смородина нацеплялась вот очень много смородины будем собирать не знаю что за сорт она здесь и была интересно что она практически не поражается вот заболеваниями всякими мох на ней не растет но за редким исключением если какая-то ветка там повредиться потому что здесь очень сильно смородина болеет и крутится и тляю и есть и кто и только не ест и еще вот эти вот всякие грибковые заболевания а это вот какая-то такая это из старых сортов видно какая прям прочная хорошие свойства качество таким не что она практически не болеет он какие грозди висят сейчас это все будем собирать мужички будут косить он здесь у нас все насколько мы его потом привозим и закладываем помидоры у себя там в огороде в городе отсюда возим сено там сосенка выросла в этом году урожай тут на алычу алычи много падает еще не спелая зеленая яблочки будут тут несколько деревьев старых яблони я как-то показывала вот старые старые уже вон правда ветки пошли сама решила обновиться вот и надо вот это вот сейчас косить все и собрать смородину если успеем еще сходим в лес тут лес конечно шикарно здесь заповедник и людей практически нет мало поэтому сходим в лес посмотрим что ж тут есть вот сарай большой это еще старых хозяев сын покупал от старых хозяев остался тут коров скотину держали в общем что-то держали и курей держали природа здесь шикарная просто ну вот сын с домиком возится будет подкрашивать его чистить работы много печки надо снова делать потому что не полностью а штукатурка вот эта облепилась надо снести и по новой заштукатурить в общем печка конечно таком состоянии что все все надо там приводить порядок пежевика что за сорт мы не знаем да но она очень сладкая и очень урожайная хорошая такая длинная длинная вот такие кисти посмотрите какие кисти и и много ну колючие тут такие колючки тут надо ой перчатках собирается смотрите какие ветки такие ветки особо за ней никто не ухаживает она как растет так растет дуб сюда в лес шиповник ну какие кисти шикарные прям до земли все в этом ежевики сама яблони выросла мы ее не видели откуда она взялась уже яблоки крупные почти такие для этого времени крупные какие какие в общем сейчас надо косить 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 видите какая ежевика все в ежевики в ягоди каштан по-моему нет это дуб это дуб каштан там дальше большой громадный дуб березы там у соседей если видно такое прикольное чучело сейчас подойду поближе там развивается на ветру придумали потом сходим в лес вон туда те края ну что сейчас траву уже вон сколько скосил надеюсь точно будет потому что жужжить страшно вон котельщик это только часть а еще остальная часть вот там вот за злаким лесом который вырос сам по себе там не видно сыра и вот это вот какая-то не знаю такая особенная древесина там растет даже не знаю что за деревья какой-то думали кустарник сначала а теперь смотрим что это дерева просто вымахали сейчас покажу сколько собрала смородины наверно наверно литра 6 половиной вот так 6 7 наверное это с одного кустика сколько ягоды ягода и не слишком крупная и не слишком мелкая средняя по кусту она такая ну настоящий смородиновый искус получается что конечно это старинный при старинный сорт потому что деревня тут старая это вот садили бабушки еще зато она такая жизненная стойкая столько всего ей приходится перенести мы же ее не поливаем мы же за ней толком не ухаживаем кроме как только мы ее вырезаем вот собрали урожаев вырезали старые эти ветки и все на этом дальше уже никакого ухода не поливаем не удобряем вот так есть так есть а ягода ну очень неплохая и такая плотная хорошая она есть вот ягода и у нас такая была ягода ее возьмешь буквально в руку и все и она такая потекла и ее даже до дома не довезешь а эта плотная она может еще пролежать дня два три вот так одна на одной некогда я ее ставлю и ничего и не будет она очень хорошо хранится видите вот такой кустик он прозрачный тут веточек то не так много но я показывала сколько на нем было ягоды вот буквально гирлянды вот это вот где-то 6,5-7 литров с куста еще есть два куста но они еще зеленоваты мы это чуть позже соберем но там поменьше вообще вот все на выживаемость у нас в деревне а это вот сейчас покажу там виноград и я уже показывала ежевика это ни разу не поливалось вот за весь сезон кроме как дождями и виноград рядом это родственник изабеллы какой-то дальний потому что напоминает его очень много сейчас покажу поближе очень много нацеплялось столько веток вот против солнца не знаю я думаю будет видно все равно вот там вот все в кистях все абсолютно в кистях внутри все все везде кисточки кисточки это все будут просто гирлянды из винограда там вот внутри он по забору плетется мы ничего с ним не делаем он у нас как ограждение и загораживает и кормит но на еду мне не нравится не очень а вот на компоты может быть даже варенье бабочка сидит меня увидела и сложила крылышки так красиво сидела вот так что вот вот такие дикие у нас тут заброшенные растения которые нас еще и кормят представляете а там еще здоровый куст шиповника на нем тоже уже нацеплялась хорошо к осени у нас будут свои эти шиповнички на чай соберем на зиму вот тут несколько разновидностей шиповника есть очень крупный а есть такой узкий длинный а есть темный какой-то в общем всякий разный вот ну сын красит домик часть уже покрасил сюда вот переехал с этой стороны красит надо приводить в порядок будет красить все полностью и окна и фронтоны и наверху вот это все в общем все-все надо красить приводить порядок запустили мы очень редко сюда приезжаем в основном собрать урожай обкосить траву и все на этом еще и в лес не сходили столько времени вот прошло пока смородину собрали пока пока смородину собрала по кому ж там косил ну наверное все закончил жужжать уже устал очень много накосил сейчас еще траву надо эту собрать сено собрать а тут еще у меня щавель он растет пожалуйста сам по себе вот раньше тут и рос он тут прям грядка щавля была сейчас вот что осталось то осталось в общем вот такое у нас тут заброшенное все потому что мы не успеваем ехать далеко нам до этой деревни вон какая красота здесь здесь везде вот эта турецкая бэздика сама сеется сама растет березы сами населись сосны сами населись вот какие-то вот эти деревья даже не знаю бузина вот с бузины говорят это вот сейчас у нее красные ягодки а потом черные будут с черной бузины очень полезное какое-то варенье сырое варят я не знаю надо будет почитать как с нее делают но она говорит вообще это настолько полезное что надо делать с нее вот это вот варенье на зиму и кушать у кого проблемы со здоровьем в общем надо изучать про эту бузину еще не чутоком не знаю так слышала звон не знаю где он называется но знаю что полезно насколько полезно и для чего тоже не знаю вот еще у нас один на самообеспечение экземплярчик это лыча очень много лычи в этом году очень много ну зелененькая еще конечно еще спеть спеть здесь особо ее как-то и не собирают но еще слива более-менее и то падает яблоки сливу все закапываем а так она сладкая вкусная вот эта желтая по-моему есть еще синяя там но она еще там в кушарях находится в чащобе а это огромный огромный куст и вот это все в этих ягодах в этом году должна быть покрупнее вот смотрите какие ветки это местные оливки будем собирать местные оливки вон какая красота там у нас градом подбила тут в деревне он стоит не было града видно поэтому вот где надо было помидоры сажать с огурцами травостой между нашим домом и соседним тут такая поляна и там такой травостой тут у кого была животина последний сейчас по-моему никто уже ничего не держит тут одни бабульки никто уже не хочет ничего держать так родственники приезжают и что-то делают там помогают картошку выкапывать или сажать еще что-то в общем уже в возрасте люди как бы не поработаешь еще одна яблонька тоже нацепляла в этом году тоже надо уже отпиливать ее потому что старые такие стволы хотя бы один вставлять может быть на замену снизу пойдет что-то еще такой чудесный кустик белой смородины тоже сам себя обеспечивает жизнедеятельностью живет сам по себе ни разу ничего с ним не делали кроме как вырезали сушняк а так сам не поливали ни разу не удобряли ни разу такие шикарные грозди вот один он у нас такой нету правда он заболел вот что-то на него тля похоже напала вот это вот что такое это гал галица тля в общем вот такая вот болячка осени заболел вот этот не весь но вот что-то надо делать с ним надо посмотреть вроде как тля ой сколько ее тут мылом хозяйственным лучше обработать видите все не люблю никакую химию вот я его сейчас намылю наверное весь вот смотрите какие грозди все ветки вот так улеплены шикарная сладкая сладкая но она еще не добралась она крупнее гораздо вот такие у нас еще тут дары природы по-другому не назовешь еще вот такой чудесный кустик белой смородины тоже сам себя обеспечивает жизнедеятельностью живет сам по себе ни разу ничего с ним не делали ну кроме как вот вырезали сушняк а так сам не поливали ни разу не удобряли ни разу вот такие шикарные грозди вот один он у нас такой нету правда он заболел вот что-то на него тля похоже напала вот это вот что такое это гал галица тля в общем вот такая вот болячка осени заболел вот этот не весь но вот что-то надо да делать с ним надо посмотреть вроде как тля ой сколько ее тут мылом хозяйственным лучше обработать и все не люблю никакую химию я его сейчас намылю наверное весь вот смотрите какие грозди все ветки вот так улеплены шикарная сладкая сладкая но она еще не добралась она крупнее гораздо такие у нас еще тут дары природы по-другому не назовешь ну все всем пока-пока дальше уже снимать не буду просто устали уже устали целый день на солнце вот там нагрели водичку из колодца сын натаскал нагрели у нас еще водные процедуры тут будут и потом еще вот эту вот штуку он будет сносить это типа как летняя кухня была она такая страшненькая страшненькая печку можно будет оставить там печка вот такая неплохая внутри а само сооружение конечно страшное ну все всем пока-пока а да еще вон там обнаружили там у нас вдоль того забора нарос малинник правда малина мелкая но ее много-много так что тоже все само не ухаживать все само растет вот ну все всем пока-пока погодка портится скоро домой ехать все пока 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 что я не знаю по-пока не знаю как все как я не знаю что